Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи, и сегодня у нас будет вопрос-ответ. На самом деле, это видео я сейчас снимаю с таким каким-то настроением, воодушевлением. Мне так понравились ваши вопросы, их очень много, они очень интересные. Конечно, у меня не получится ответить на все, но большинство вопросов можно вообще разделить. Это про мужа на первом месте, про Дэнни, ну и про какие-то мои личные, в общем-то, моменты. Я выписала вопросы, на которые я хочу ответить, и их получилось очень много. Я долго сидела, писала и боялась, что, в общем, надо начинать, чтобы мы успели вовремя. Итак, давайте сразу любимый хайлайтер, я вижу здесь вопрос. Мой любимый хайлайтер вот этот. Несмотря на то, что у меня целая коллекция хайлайтеров, это вообще в любой марке, которую я хочу узнать, или еще что-то первое, что я интересуюсь, это хайлайтерами. У меня их столько накопилось. Самый дорогой хайлайтер у меня Бека, он стоит 5000 рублей. Я его заказывала с Америки, он мне чуть дешевле вышел, хотя с доставкой, наверное, где-то так и получился. Его вообще всех балят, он супер-пупер дорогой, но я вам скажу, что, ну, для меня он не сравнится с этими. Бека, он очень сильно, допустим, вот тот, который я взяла, самый популярный, Монстон цвет, он очень сильно ярчит, например, да, это больше для фотосессий не дневной. Вот этот хайлайтер, он мне нравится тем, что, во-первых, здесь три хайлайтера сразу, они очень долговечные. У меня уже, я не знаю, сколько он, не знаю, сколько он уже, года два с лишним. Я пользуюсь вот этими двумя, а в основном, видите, они уже истрачены почти. Вот это больше для темненьких подходит, этим я редко пользуюсь, только когда, может быть, загоревшая. И он очень удобный, компактный, есть выбор, и он делает естественное сияние лица. То есть, если уж сильно надо, то там надо сильным слоем нанести, да, но даже если вы наносите, 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 он все равно делает какое-то естественное свечение, а не яркое такое, как ой-ой-ой. И вот такой хайлайтер продается у меня в магазине, именно потому что он самый лучший для меня. Все, что для меня самое лучшее, я и вам рекомендую. Так что ссылка под видео, если что, заходите, смотрите. Стоит всего 350 рублей, плюс доставка до вашего города, если вы не в Ростове-на-Дону. Так, поехали. Давайте про мужа самое интересное. И самое на то, что тоже я как бы, я люблю общаться на эту тему. Просто не все моменты я могу какие-то говорить, озвучивать. Как так получилось, что вы живете на расстоянии? Первое, мы познакомились уже, будучи на расстоянии. То есть, я приняла все условия, которые есть. И то есть, пока что какое-то время мы будем продолжать на расстоянии. Потом мы обязательно вместе съедемся. Часто задаваем вопрос, когда мы съедемся. Когда, это все не очень ясно и не очень понятно. Поэтому точно не могу сказать. Ну, от абсолютно размыто это все. Потому что все меняется. В общем, не могу сказать. Даже плюс-минус не могу сказать. Сколько лет вы вместе? Мы вместе уже четвертый год. Так, как справиться с физической близостью на расстоянии? Она важна. Это я уже немного вопросы сформулировала на свой лад, чтобы короче их записать. Но девушка спрашивала, что духовная близость, она важна в отношениях? А физическая тоже немало важна. И как я справляюсь вот с этой физической тягой, да, именно на расстоянии? И я вам скажу, что из личного опыта это все дело вообще в темпераменте и в голове. Мы люди разумные и, естественно, всем этим можно управлять из головы. То есть, если я понимаю, что условия у меня такие, что мне не нужно этого желать каждый день, с ума сходить по этому, да, как-то моя физиология и спит по этому поводу. Когда мне ей нужно раздухариться, она раздухарится. То есть, я могу этим моментом управлять у себя и у меня никаких вообще проблем с этих нет. Я знаю, что есть девушки, у которых, ну, будем называть вещи своими именами, чешется одно место. И они не могут реально, они в отношениях изменяют, если им чего-то не хватает. И постоянно могут из-за этого быть ссоры, скандалы жесткие. У меня такого, в принципе, никогда не было. Это никогда не составляло для меня какой-то проблемы. И все естественно, и как-то без болезненных каких-то ощущений и без проблем в этом смысле. То есть, я в этом человек спокойный. Дальше вопросы, не боюсь ли я за измены и так далее своего молодого человека. Я скажу, что у моего молодого человека точно так же все происходит, потому что мы эти темы тоже обсуждали, обмусоливали. В общем, я ему полностью доверяю, человек ведет себя и дает мне полное спокойствие в этом смысле. Ну, и я надеюсь, со своей стороны тоже. И по поводу ревности к друг другу мы очень оба-оба ревнивые. Для того, чтобы мы доверяли друг другу и были спокойны в отношении друг к другу, представьте, что нам нужно друг для друга делать. То есть, насколько мы должны быть друг от друга честны, открыты. Как мы должны друг по отношению к другу себя вести, чтобы у нас, у очень ревнивых людей, не было никаких сомнений друг в друге. Это мы завоевываем, это ощущение, это доверие. Друг к другу. Популярное слово друг к другу. Так, ну вот, когда будете жить вместе, это да, скоро. Скоро, ну, вопрос этот очень относительный. Кто по профессии ты и почему не работаешь? По профессии я секретарь-референт. Также я училась на психолога клинического, но я не доучилась и оставила, потому что я поняла, что не буду работать по этой профессии. Почему я не работаю? Что значит для вас работает или не работает человек? Вот этот момент. Тоже столько шуток по этому поводу были. Я считаю, что у меня очень большая занятость. И у меня любимое дело, любимая занятость, которая приносит мне доход на существование. И делаю это всё с любовью. И получается мне в ответ благодарность за все мои такие вот действия. И для работы, может быть, которую вы подразумеваете, у меня и времени, честно говоря, нет. И не заморачиваюсь я на эту тему. Никогда я не хотела работать на человека за конкретную определенную зарплату. Для меня всегда это было очень сложно. Я думаю, что многие девочки меня поймут. Мне всегда нужен был карьерный рост, развитие, творчество, полёт. И, в общем-то, я считаю, что... Опять же, я не понимаю, что вы имеете в виду работать. Имейте в виду работать, зарабатывать деньги, то я зарабатываю деньги. Имейте в виду работать, что должен быть какой-то начальник, а я должна утром выходить, вечером приходить домой, у меня должны быть определенные выходные. Если вот это для вас работа, то я так не работаю и работать не хочу. Потому что я творческий человек, у меня не должно быть всё чётко. А, и ещё девушка спрашивала у меня, что важно ли образование, если ты такой домашний человек и не карьеристка. Ну, важно ли вообще девушке образование? Может, оно и не нужно ей. И на это у меня есть ответ, что образование, оно в принципе важно, общее такое образование. И не важно, сидите вы дома, или вы карьеристка какая-то. Здесь вопрос в самообразовании. То есть, если вам куда-то интересно, интересно что-то изучить, познать это всё, копнуть вглубь, то, конечно, вы получаете образование. С другой стороны, мы общаемся с людьми. И всегда важно, также вы найдёте человека какого-то, всегда важно поддержать разговор, иметь своё мнение на то или иное. Конечно, образование важно в принципе, самообразование. Если вы какую-то выбрали профессию и думаете, нафиг она мне нужна, если я буду сидеть дома, то выберите какую-то другую профессию, которая будет вам просто по жизни интересна. А она не будет зависеть от того, будете вы карьеру строить, или будете ли вы дома сидеть. Потому что вообще общее образование, или какое-то специальное образование, ну, просто с необразованным человеком, просто неинтересно. Но это вот как раз-таки какое-то существование. И, кстати, был вопрос, одно из другого вытекает, чем отличается существование от жизни на мой взгляд существование это просто бессмысленное существование а вот жизнь полноценная как ну если я правильно поняла до вопрос то это смысл короче отличие одно от другого это смысл жизни ради чего и для чего ты живешь если есть смысл жизни то все меняется вот дальше вопрос когда будешь с мужем как будешь со всем справляться дети магазин муж youtube или там наймешь кого-то помощницы и так далее я вам скажу что я задумываюсь об этом мне на самом деле очень тяжело и сейчас все это совмещать и я понимаю что просто наверное не организовано мое время я никогда никогда не была так занята в жизни чтобы не справляться уже со временем не его реально не хватает но я думаю что просто нужно это все организовать и я к этому иду потихоньку просто нет времени даже на организацию того чтобы организовать свое время вообще ужас вот и конечно я думала о том что это будет очень сложно но пока мне камни очень хорошо помогает мама большое за это спасибо конечно если мама не будет справляться то мы наймем какую-нибудь помощницу няню там и так далее тем более я хочу второго ребенка вот многие спрашивают хочу ли я второго ребенка да конечно хочу второго ребенка и я вплоть до того что я уже бы готова да вот мой организм он готов но единственное что я не готова именно столько занятости столько всего и я боюсь что я с этим не справляюсь сейчас да и сейчас еще ребенок я понимаю в общем все что у меня было тогда беременности да например этом скучала за своей фигурой и полету вот этому потом ну ладно там тошнота какие-то такие моменты они не сильно меня беспокоили то усталость лишняя полежать больше поспать то есть время будет еще больше отниматься а когда ребенок рождается вообще первое время это вообще зашквар то есть ты не высыпаешься ни хрена вот сейчас мне легче становится денька подрастает но когда совсем маленькие конечно ну как бы это жестко я понимаю что до второго сейчас тяжело и еще момент меня ребенок еще маленький он просится на ручки вот это тоже одна из основных причин потому что я когда была беременная денька я ничего не поднимала тяжелая не тоскала и так далее а тут ребенок сейчас который будет прыгать может живот ногой ударить будно ручки проситься то есть я должна хорошо себя чувствовать легко и свободно плыть в общем пужиночкой по этому миру и не должны быть ни какие-то такие сложности и трудности сейчас пока что этого невозможно но в дальнейшем очень хочу и мне не важно кто это девочка или мальчик просто ребенок он и есть ребенок так поехали дальше что-то и долго отвечаю на вопросы так какой я вижу жизнь с день через два-три года не могу сказать вообще не могу сказать сколько раз пытались построить бизнес сколько раз не получалось и пробовались ли сетевой маркетинг маркетинг сетевой маркетинг так как таковой я не пробовала ничего не могу сказать потому что мне они не нравятся не знаю почему может быть большинство людей которые ими занимаются они испортили и своей навязчивостью и для меня сетевой маркетинг какой-то ассоциации с навязчивостью может быть это не в нем дело не в самой сети а в самих людях которые это все пытаются очень сильно заработать сколько раз делала бизнеса сколько не получалось много раз пыталась сделать бизнес ничего не получалось у меня даже наверное особое желание не было и и знаний не было и вложений не было таких в общем много раз ну не знаю россии наверное для меня это много раз всем пыталась и россии не получалось ну сейчас уже подход Вот немного другой, здесь больше уверенности и понимания, что я делаю, для чего. Так, в какой стране хотели бы жить больше всего? Не могу ответить на этот вопрос, потому что в тех странах, в которых я была, я бы, ну, не могу еще ответить. То есть я знаю, что есть лучшие места, где бы я хотела быть, но я в них еще не была, поэтому сложно сказать. Где лучше, дом или квартира? Везде свои плюсы и минусы, смотря какой дом, смотря какая квартира. Вот дом, который был у меня, мне лучше в этой квартире, которая сейчас. Чем дом, который был у меня. Но вообще дом это круто и классно, и мне с него было очень тяжело уезжать. И нет, я не скучаю тоже, кто спрашивал этот вопрос за моим старым домом. Часто ли бывало дежавю? Да, часто бывало, особенно когда нервничала в прошлом. Сложные ли были роды? Нет, были не сложные. Кстати, могу сказать, что вот такие темы, как... У меня просто есть отдельное видео, много задавали вопросы. Например, как про роды. У меня есть видео отдельное про роды. Найдите на канале. Мнение про мужчину-стрельца. Тоже совсем недавно было у меня видео. Знаки в моей жизни. Я рассказываю там про все знаки в моей жизни из личного опыта. Кто как себя ведет и так далее. Как полюбить себя, как стать увереннее в себе. У меня это одно из старых видео. И даже не одно такое видео. Наберите, как полюбить себя, селена своей. Или как стать уверенной, селена своей. Вот эти видео отдельные у меня есть. Первое – мои отношения. У меня вообще два видео. Последнее вот совсем недавно было. История первой любви. Вот разбитое сердце называется оно. А второе – это как я завоевала парня. Это тоже я про него рассказываю. Про первого своего. Уход за волосами. У меня вообще очень много. Напишите. Уход за волосами, селена своей. Отношения на расстоянии тоже есть отдельное видео. Как, что, от чего, для чего. Тоже одно из первых. Я там еще беременная рассказываю. В парке сижу. Вот наберите отношения на расстоянии, селена своей. Так. Как поймать мужчину на крючок? Сразу могу сказать, что это нужно годами, годами и опытом. Нужно чувствовать. Нужно чувствовать своего мужчину. Но быть очень уверенной и расслабленной. И тогда все будет. Так. Поехали дальше. Возраст мамы, брата. Кого смотрю из блогеров? Почему не готовлю на ютубе? Готовить я не особо люблю. Тем более еще это снимать. Поэтому таких видео очень мало. Снимаю то, что люблю. Кого смотрю из блогеров? Сейчас у меня просто нет времени никого смотреть. И максимум, кого мне хватает посмотреть, это скромняшку Крис. Потому что я слежу за ее жизнью. Мне интересно. Но раньше я смотрела и как бы в инстаграме подписанного. Вот Робина Гудина, например. Свасти. Марьяна Ро. Ну в общем многие популярные. Иван Гай. Слежу как просто даже не то, что там может быть кайфую от каждого видео. Дневник Хача там смотрела. Мне очень нравилось. А именно вообще смотрю, что люди делают, что снимают, как снимают. Слежу за ними. Возраст мамы и брата. Вот знаете, с возрастом все время тяжело. Я все время забываю. Но я точно знаю, что мама у меня 64-го года, а брат 89-го года. Посчитайте сами, пожалуйста. Так, заметила ли я разницу старые видео и новые? Девочка говорит, что я вроде стала добрее и искреннее по сравнению со своими прошлыми видео. И что говорят близкие по этому поводу? Близкие ничего по этому поводу не говорят. Я вижу разницу. Но не в том, что я добрее стала или искренней. Просто первые мои видео я ничего не удаляла. Вы можете посмотреть. Например, там, стервология у меня. Первый курс мой был в стервологии. Я учила девочек быть стервами. И давала понимание, кстати, такое, что в моем понимании это стервы. Это не что-то ужасное. Вот. И я просто немного зажатее там. Потому что я знала, что я говорю, для чего я говорю, кому говорю. Но я немножко себе сковывала. Мне было важно, как я выгляжу на камеру, да. И со временем, конечно же, сейчас я вот свободно включаю видео. Абсолютно ничего у меня не меняется. Вот я сейчас встану в жизни там, да. И точно так же буду себя вести. Иногда бывает, что у меня хорошее настроение. Я включаю камеру. Именно для вас весело и бодро все рассказываю. А выключая камеру, я окунусь опять в свои дела, все проблемы. Конечно, я не прыгаю. Хотя если со мной Кристина, так и происходит все время. Вот. Но, конечно, поменялось. Я стала просто более раскованнее. Но не поменялось по сути своей. Я там тоже добрая. Просто эта скованность, она, наверное, зажимает и не видно каких-то моментов. Я думаю, это с каждым человеком так. Твоя самая сокровенная мечта? Нет у меня самой сокровенной мечты, если честно. Все мои мечты, они реальные, никакие не сокровенные. И все воплощается. Ну, может быть, разве что растворится в радуге. Сильно ли повлияло на твою жизнь рождение ребенка и как? Да, конечно, рождение ребенка сильно повлияло. У меня стало еще меньше времени. Вообще у меня понарастающий. Сначала я встретила своего любимого. То есть такое ощущение, что тебе не нужно больше, как вам сказать, думать о том, где взять деньги. Это на самом деле жизнь двоя меняется кардинально, когда отпадает этот вопрос. Это после встречи с моим любимым. Второй момент – это нахождение себя. То есть я нашла себя, я стала блогером, я поняла, что это полностью мое. Это вообще перевернуло мою жизнь. Перевернуло. У меня появилось что-то важное, что-то нужное. Я стала какой-то другой. В общем, YouTube поменял, перевернул мою жизнь. Потом происходит рождение ребенка. То есть уже после того, как я стала блогером, и я поняла, что это мое. Происходит рождение ребенка. Он еще больше переворачивает жизнь. В тот момент, что просто я всегда знаю, чем заняться. У меня абсолютно перестает быть времени на всякие непонятные мысли и так далее. Я вообще становлюсь просто каким-то человеком, который знает, что он в этой жизни хочет, делает. И все его время занято именно важными и нужными делами. Короче, я какой-то полезный, что ли, человек стал. Во всех смыслах. Ой, как я о себе сказала, да? Идеал, кстати, женской красоты и мужской спрашивали. Мужской не буду говорить. Мой идеальный мужчина рядом со мной. А женской я обожаю Анжелину Джоли. Это для меня эталон красоты. Планы на лето, планы на год. У меня, кстати, есть перед Новым годом я снимала видео. Планы на 2018 год. Кому интересно, посмотрите. Я сама пересмотрю его, кстати, на днях. Потому что там были планы, которые я хочу именно осуществить. Я его снимала для того, чтобы вернуться к ним и напомнить себе, что я там хотела. Так что, кому интересно, смотрите. Планы на лето. Конечно же, я хочу поехать куда-то на море, за границу. У меня большие планы. Вчера вечером буквально любимому говорила об этом, чтобы он сразу имел в виду, сколько всего в моей голове. И неизвестно, что я смогу воплотить, потому что времени, опять же, очень мало. Почему переехали из Москвы в Ростов? Переехала именно потому, что в Москве я снимала жилье, уходило много на него денег. В Москве у меня, кроме одной подруги, в принципе, никого не было. Здесь, в Ростове, я сама с Ростова, у меня живет мама, брат, сестра, друзья, Кристина. То есть у меня все, все мои друзья практически, кроме одной подруги и родственники, все живут в Ростове. И здесь у меня была своя квартира, за которую платить не надо. Соответственно, я понимаю, что деньги нужно экономить, ребенок, извините меня. Я переехала в Ростов, и вообще, когда уже семья, и тебе ничего никому доказывать не надо, ты уже, в принципе, все доказала, все, ты уже в семье. Мне всегда хотелось переезжать в какие-то маленькие городочки. У меня всегда там было более уютно. Москва – это такой город, где ты одна, и порхая, летая, завоевывая все вокруг. Но когда у тебя ребеночек, тебе хочется куда-то спрятаться, ходить на более-менее дальние расстояния, да, как-то все вот так вот. И близких иметь, естественно, рядом, вокруг. Поэтому я переехала в Ростов, в свою квартиру, где мамочка помогала мне. «Завидует ли тебе Крис?» Вот такой вопрос. Я думаю, что она мне не завидует. Более того, я уверена в том, что она мне не завидует. Мы достаточно уверенные в себе девушки, знаем, что в этой жизни хотим, и, в принципе, идем к своим целям. Вот. И помогаем друг другу на пути. Так что зависти здесь не может быть вообще. «Были ли сложные моменты с Ютубом? Опускались ли руки?» и так далее. Да, вот девушка пишет, что у многих блогеров такое бывает, что они не знают, что снимать, у них какие-то переломные моменты. У меня ни разу такого не было. Уже более двух лет я занимаюсь блогерством, и ни разу не было такого, что мне нечего снимать, что мне не хочется снимать, или мне нечего сказать, или мне не хочется говорить, у меня какое-то настроение плохое. Нет, никогда такого не было. С того момента, как я нашла себя и начала снимать видео, все, у меня всегда есть идеи, у меня бывает такой фонтан идей, что я там 15 тем накидаю сразу, и мне хочется скорее каждую тему снять. Было бы, блин, на все это было бы время только, да? И нет, мне кажется, что когда человек находит конкретно себя, я не знаю, может быть, оно в будущем как-то и будет, я не знаю, какие причины должны быть для того, чтобы была какая-то депрессия, опускание рук, вот. Может быть, поиски и желание заняться чем-то другим у кого-то, может, они думают, что они занимаются не своим делом, я не знаю, у меня такого не было. Я себя прекрасно чувствую, как рыба в воде, и делаю все с огромным удовольствием. Мне есть что сказать, мне есть что снимать. Я не парюсь ни по каким поводам, что я говорю, как я выгляжу, что обо мне подумают. Я нашла себя, вот. Поэтому я не могу сказать, как выйти из этой депрессии. Ты живешь с мамой, и другой вопрос, почему ты не живешь с мамой, да? Я живу не с мамой, да, мы живем в разных местах. Почему я не живу с мамой? Это же могло бы быть экономией квартир. Я вам так скажу, что на самом деле, если вы хотите поддерживать с родственниками прекрасные отношения, вы всегда должны жить на расстоянии. Это первый момент. Поэтому мы не спешим прям особо съезжаться, хотя были такие мысли, да, чтобы купить большую одну квартиру, но опять же, всегда моя мама любит личное пространство. Я люблю личное пространство. В идеале было бы просто поменять квартиры, чтобы вот у меня была квартира, и мама где-то жила вот рядом, но у нее было отдельное свое жилье, где она чувствует себя хозяйкой, спокойно, свободно делает, что хочет. Потому что, конечно, она взрослый человек, у нее есть какие-то потребности, желания, она живет так, как она живет, у нее свои часовые ритмы. И вообще ей нужен отдых. С ребенком очень тяжело. Она вот проведет с ним два дня, она очень устает, ей нужно прийти к себе в свою берегу, и там реально отдохнуть. Тут бы она не отдохнула, потому что постоянно ребенок что-то хочет, на ручки просится и так далее. И нет, я считаю, что съезжаться, это всегда должен быть такой момент, должны быть веские какие-то причины, и желательно, чтобы это был временный момент. Либо если съезжаться, то в огромный-огромный дом, где человек может реально спрятаться и отдыхать. И даже выходя на кухню, его никто не поймает. И мама моя такого же мнения. Так, кем работает брат? Мама замужем ли мамой? Почему не выйдет замуж, если не замужем? Работает у меня брат начальником охраны, крутой человек. Мама замужем, не замужем. Мама не замужем, замуж не хочет. Она уже попытала счастье в свое время, и после этого плюнула на это все, и решила жить в свое удовольствие. Она у меня такая, в общем, не представляет рядом с собой мужчину, и даже вообще не хочет об этом думать и говорить. Нахрен он нужен? Говорит она так. Сколько стоит жилье в Ростове? Я снимаю за 20, плюс постоянные 3 тысячи, это охрана, консьержки, мусор и так далее, плюс коммунальные. Все вместе получается 25. Но можно найти жилье намного меньше, просто я выбрала такое. До магазина какой источник дохода был? Ну, магазин приносит мне совершенно маленькие денежки, источник дохода, прям сложно его назвать пока. А так YouTube. Что думаешь по поводу ношения украшений из разного материала, золото и серебро? Говорят, что типа нельзя их вместе носить, там какие-то ходят разные такие слухи. Я скажу так, что вот, например, мне некомфортно носить золото и серебро вместе. Я люблю золото, но зато я могу носить золото разных цветов. Вот у меня с левой стороны золото красное, с правой стороны белое. Я могу сережки еще одеть, да, вот на эту сторону у меня будет белое, на эту красное. То есть мне комфортно, я кайфую от этого чего-то, да, необычного. Хотя в какой-то другой, например, пропорции мне будет некомфортно носить белое и красное золото. Что касается серебра, оно вообще из какой-то другой стихии. И я бы чувствовала себя некомфортно, надевая на себя и серебро, и золото как-то одновременно, наверное. Но я, по-моему, не пробовала. Не вижу никаких каких-то предрассудков таких, да, там фуншуй, не фуншуй. Если человека тянет к тому, чтобы носить это все вместе, и ему нравится, он получает от этого удовольствие, то мне кажется, все остальное фигня. Не нужно никого слушать. Могла бы ты простить долг подруге 5000 рублей? И, знаете, все зависит от всяких обстоятельств. При каких обстоятельствах были заняты эти деньги, каким образом они были заняты, когда они обещались отдаться, какое-то положение там в жизни то или иное, да, как, при каких обстоятельствах я должна простить, почему я должна простить этот долг. То есть все это учитывается. Вообще, что касаемо моих каких-то вот друзей, близких, очень часто, когда моим близким нужна помощь, я, в принципе, стараюсь не занимать деньги, я их просто даю. То есть как помогаю. Например, если моей Кристине нужна какая-то помощь, я ей просто даю эти деньги. И я не жду, что их мне вернут. Другой момент, что Кристина у меня такая, что чтобы я ей когда-либо не дала, она всегда это помнит года, и она все равно это все отдает. Бывало даже у нас в жизни тогда, когда, ну, я реально как бы отдала от души, и все. А она спустя какое-то время, когда у нее была возможность, отдала мне крупную сумму, тогда как бы, ну, оно мне было и приятно, а ей приятно, что она не должна, она все равно чувствует, да, что она как будто должна, хотя она мне не была ничего должна. В общем, такой, да, момент. А бывают люди пользуются моментом каким-то, они вообще конкретно занимаются, займутся до завтра, да, а в итоге потом не отдают, не отдают, не отдают, а потом говорят, опростила бы ты, да. Ну, вот, как бы ты чувствуешь, что тобой хотят попользоваться, да, то при этих моментах, да, я прощу, но с человеком общаться больше не буду. Все зависит от того, как это все происходит, в каком контексте. Здесь момент может быть, в принципе, и тысяча рублей, и сто рублей. Все зависит от того, насколько близкий человек, и как он это все преподносит, и что за отношения этим всем он мне показывает. И не наигранное отношение, а какое на самом деле. Я могу не то, что там простить, я могу и дать намного больше денег, да, и помочь человеку намного больше, но только если я вижу и понимаю, что этот человек мной не пользуется, не хочет воспользоваться, чтобы потом понять, потом сказать мне, простишь ли ты или не простишь, с чего это, кому-то я должна что-то прощать. В общем, такие моменты, все очень относительно. Как познакомились с любимым, как развивались отношения, и поменялось ли что-то после брака. Мы с моим любимым официально не расписаны, я уже говорила об этом много раз, ну, как бы мы можем расписаться, но для нас это не столь важно, очень много суеты, из-за того, что мы на расстоянии живем, и мы не спешим с этим моментом, штамп в паспорте, он ничего не изменит в наших отношениях. Мы придерживаемся оба этого мнения, и как бы нас это не парит. Мы вместе любим друг друга, растим сына, и ничего как бы не мешает нам, да, это делать. Как познакомились? Познакомились через мою подругу, развивались отношения очень по-разному. Первый год у нас были очень жесткие скандалы, и мы, да, мы притирались друг к другу, но при этом мы понимали оба, что мы хотим быть вместе, мы нравимся друг другу. Вот, были скандалы, и потом как-то прям притерлись, притерлись, и потом в какой-то момент раз, и все эти ссоры прям вообще прошли. Не знаю, может, мы поняли друг друга как-то. Вначале как-то что-то пытались друг другу доказать, насколько мы крутые, да, независимые, и насколько каждый из нас должен друг друга уважать. Мне кажется, в основном какая-то суть наших ссор была вот такая. Ну, в общем, мы поняли, что мы кайфучие люди, что мы достались друг другу непросто, и мы должны друг друга любить, ценить и уважать. В общем, мы это поняли, где-то осознали внутри, ссоры наши закончились. И все прекрасно, ничего не поменялось на сей день. Какой видишь себя в старости? Я в старости себя вообще не вижу, если честно. Мечта детства, воплотившаяся в реальность, это то, что я пою, пишу свои песни. В общем, я хотела быть звездой и петь. Ну вот как-то... Я не скажу, что я там звезда, певица, да. Но до сих пор как бы моя мечта воплощается. Я хочу петь нереально круто. Сейчас, конечно, у меня такой любительский вариант вокального исполнения, непрофессиональный. Но я бы очень хотела, очень хотела бы... Мне даже не важно петь где-то на большой сцене. Конечно, хочется попробовать, ощущать это, да. Но... Мне бы хотелось по-настоящему уметь владеть своим голосом, нежели прыгнуть, не владеющий голосом, куда-то на сцену и показать какой-то средний уровень. Влияет ли чужое мнение на тебя и легко ли тебя обидеть? Чужое мнение на меня в принципе никак не влияет. То есть... Ну, оно может, конечно, там... Может испортить мне настроение, смотря какое чужое мнение, о чём оно и так далее. Может очень редко испортить мне настроение. Чтобы что-то я поменяла из-за какого-то чужого мнения в своей жизни, это вообще редкость. Потому что у меня свои такие убеждения. И чтобы что-то поменять в моей жизни, меня реально нужно убедить. Человек должен постараться там из кожи вон вылезти, как-то переубить меня. Это очень сложно. И легко ли меня обидеть? Смотря что значит обидеть. Типа обидели меня, и я такая... Всё, я с вами не разговариваю, я с вами не дружу. Ты меня обидел. И что как бы должен человек... Нет, так я и не обижаюсь. Ну, нужно понять, что вы имеете в виду, что значит меня обидеть. Оскорбить меня можно. Я сразу блок и забываю о человеке. Я не знаю, считается это обидой или нет. Отнестись ко мне как-то высокомерно. Я тоже такого человека в блок. Я не знаю, что это значит, обидели меня или не обидели. Ну, то есть, понимаете, что значит обидеть? Я не понимаю вот это слово немножко. Как бы, наверное, меня невозможно обидеть. Ко мне можно проявить высокомерие, неуважение, там где-то агрессию какую-то, ещё что-то, ещё что-то. Но на определённую реакцию со стороны я реагирую определённо, да? С уважением к себе, любовью к себе и свободой к другому человеку. То есть ненависти, чего-то там у меня не возникает. Просто идите лесом. Всё, и люди идут лесом. Вот. А так, чтобы я обиделась, продолжала находиться рядом с этим человеком, я такая обиделась, да нет, я не обижаюсь. Разве что с любимым такое может быть. Он может сказать что-то, да? Я там раз, так и не разговариваю с ним. И жду, когда он исправится. Ну, можно здесь сказать, что я обиделась, но это в отношении только, наверное, своего мужчины, но не к другим людям. Я не буду ждать, если меня кто-то обидел там или ещё что-то, я не буду ждать, что кто-то там исправится. Я всё исправляю сама быстро. В каком фильме снялась бы драма «Ужас и боевик»? В драме. Чем ты мотивируешься? Я мотивируюсь успешными людьми. Да. Если мне нужна мотивация, я смотрю на успешных людей. Мне стоит посмотреть вообще один какой-то фильм или чей-то ролик на Ютубе успешного человека. Всё. Я сразу мотивируюсь и делаю дела. Вообще ещё зависть – хороший очень мотиватор. Но такая зависть в плане не таком, что ты завидуешь, что у него всё хорошо, у тебя всё плохо, и ты сидишь дальше на жопе. А именно, когда ты видишь человека успешного и классного и говоришь «Я так хочу», у меня сразу возникает вопрос, что я могу для этого сделать. Я иду и делаю, если я так хочу. Вот я заметила, что желание жить лучше, и если я вижу конкретный пример, ну, наверное, возникает какая-то зависть, да, что я тоже так хочу. И она меня очень-очень сильно мотивирует. Мой возраст и сколько... Мой возраст, сколько бы я себе дала, если бы не знала, сколько мне лет? Я чувствую себя примерно на 25, по ощущениям, а мне в августе уже будет 33. Общались ли вы с парнями после отношений и с подружками, которые водили парней? С парнями я всегда общалась после отношений, со всеми поддерживаю хорошие дружеские отношения, но не тогда, когда я в отношениях. То есть, когда я конкретно в отношениях, я ни с кем не поддерживаю, ни с кем не общаюсь, то есть, нет ничего, да. Когда я свободный человек, то, в принципе, если мне кто-то напишет и как-то я где-то пересечёмся, потому что мир тесен, да, общие друзья какие-то есть, то я общаюсь, я приветливая, добра, как бы. У меня не осталось ни к одному бывшему ничего такого, чтобы, знаете, там что-то там ёкнуло или ещё что-то, то есть, мне ничего не мешает с ними общаться. Никаких обид, ничего, всё свободно и легко, я продолжаю жить, у меня всё прекрасно. Вот. Я думаю, что у каждого человека так, если у них нет никаких там загвоздок из прошлого. Или с подругами, которые уводили парней. У меня не было подруг, которые у меня уводили парней. Как прощать и отпускать предателей? Нужно понимать одну такую простую вещь, что все люди, которые делают какие-то ошибки, неправильные действия, предают и вплоть там до всего чего угодно, вплоть до самых страшных вещей, которые могут делать люди, нужно понимать, что они это делают не от того, что они счастливы, не от того, что они желают вам конкретного зла, вот просто они такие зло, желают вам зла. Нет. Нужно понимать, что они глубоко несчастны внутри, и все это они делают из-за каких-то болей, из-за каких-то неуверенностей в себе, из-за каких-то проблем внутри, из-за того, что им плохо, им плохо. И вот насколько им внутри плохо, и непонятно, и больно, и так далее, насколько они глупы в своей голове, настолько они могут и делать ошибки и проступки в жизни. Кого-то обидеть, кого-то ударить, кого-то предать, кого-то убить, понимаете? И здесь момент прощать, нужно просто понять это. Вот когда ты это понимаешь, само собой, к человеку возникает сочувствие. Ты очень хочешь ему помочь. Единственный момент, мы не всегда, вообще никогда, в принципе, очень редко когда, можем понимать, что нам нужно делать для того, чтобы этому человеку помочь. Но знаю точно, что мстить какие-то вещи, это не выход из положения. Когда понимаешь эту вещь, что человек не желал тебе зла, что просто ему плохо и больно, само собой возникает вот это вот отпрощение и отпущение человека, что ему тяжело. А как ему, чтобы вылезти из этого, и человек стал счастлив в одну секунду, это вообще очень сложно. Это возможно, но это очень сложно. И точно не мы это можем сделать. Что мы можем сделать, только мы можем простить человека, да, посочувствовать ему, что в его жизни это так. И всё. Единственный момент, который мы можем сделать, мы можем ограждать себя от таких людей. Нас никто не принуждает с такими людьми общаться. Если же мы видим, что этот человек такой весь, и он может предать, обмануть и сделать больно, мы продолжаем с такими людьми находиться рядом, то здесь уже наша глупость, и тут уже ничего не сделаем. Потому что мир, он на самом деле полон разных людей, с разными печалями внутри, проблемами, и которые эти все печали и проблемы внутри вытаскивают наружу, и делают очень плохие вещи и гадости. Мы можем понять, почему они это делают, но обходить их стороной, этих людей. Поэтому, в общем, я не верю в такое вселенское зло. Я знаю, что все люди, в принципе, они добры, все хотят счастья в этом мире, но не все умеют это всё чувствовать, и на это разные причины у всех, что они не могут и не умеют это почувствовать. Поэтому как такового зла, такого ни на кого я не держу, чтобы человек не сделал. Всё, мои хорошие, я ответила на все вопросы. Ну, не на все, я постаралась там выбрать как вопросы, и то, смотрите, сколько времени это заняло. Я надеюсь, вам интересно было смотреть мое видео. Вообще, я люблю видео «Вопрос-ответ». Мне кажется, если вы хотите узнать о человеке, как следует, посмотрите с ним «Вопрос-ответ». Ну, конечно, разные вопросы бывают ещё, бывают интересные вопросы, бывают неинтересные, но мне показалось, что в этом видео очень много интересных вопросов, которые говорят обо мне как о личности и вообще, вот, узнали меня побольше. Всё, я вас люблю, целую. Мой чай уже остыл. Глотны. Продолжаю снимать для вас офигенные видео, за которые вы постоянно ставите мне лайки. За это я вам говорю большое спасибо, вам лайк один большой. Подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз, но я побежала снимать для вас дальше крутые видео. Ну, и мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok